Нам его готовым не вручали, на глаза у нас он врастал. Город на Уральском перевале, город на Уральском перевале, город, прославляющий Урал. Наш цикл программ, которые мы назвали «Шаги времени» и посвятили первостроителям Новоуральска, продолжается. Сегодня наша программа посвящена Николаю Михайловичу Фоменко, директору Уральского автомоторного завода с 1976 по 1994 годы. В нашей программе воспоминания его супруги Виктория Фоменко, его коллег, соратников и друзей. В 1974 году Николай Михайлович пришел работать на УАМС, заместителем главного инженера завода. В этом же году стал главным инженером. А в 1976 был назначен директором и оставался на этой должности до 1994 года. Можно сказать, что ведущая роль в организации первенца на Среднем Урале с завода по производству грузовых автомобилей принадлежит Николаю Фоменко. Был тогда член ЦК, секретарь ЦК Рябов Яков Петрович. Они приехали с Ельцином к нам на завод. Ну, директор пошел с Яковом Петровичем, ну, а я как секретарь прокома с Ельцином. Прошли к комбинатору, я говорю, Борис Николаевич, вы посмотрите, на Среднем Урале родилась новая отрасль. Это автомобили строения. Это же автомобильный завод. Нет на Среднем Урале автомобильного завода. Не признавал. Наш завод был, ну, почти единственным предприятием с поточным производством. Считайте, в цехе двигатель каждые 40 секунд сходил с конвейера готовый двигатель. Каждые 11 минут с конвейера сходила машина крузовая собранная. Красный директор. Именно так называли Николая Фоменко. Свою производственную деятельность он постоянно совмещал с общественной, являясь членом порткома завода, членом Свердловского городского комитета КПСС, депутатом Совета народных депутатов трудящихся. Из 17 филиалов МОСА «Автозила» только два выпускали автомобили. Это завод МОСА «Автозила» в Москве и здесь, на Урале. Все остальные работали по кооперации. Поэтому здесь был завод полного цикла. Причем, если смотреть фотографии, вот с той стороны строительная площадка, вот с этой, за моей спиной уже готовое здание корпусов. Это все было сделано буквально за полтора-два года. Это еще и низкий поклон нашим строителям. Спал СУС города Науральска, тогда Свердловского 44. Это тоже показатель квалификации. Тем более завод был построен на золоотвалах. Здесь несколько метров золоотвалов от котельных, которые все время топили углем наш город в 50-60-е годы. Поэтому все, что с этим связано, это, можно сказать, что это достаточно уникально. Да, решения принимались, была плановая экономика. Составлялись пятилетние планы, ежегодные, квартальные, с подведением итогов, с жесткими отчетами. Любой министр мог позвонить любому директору завода в любое время дня и ночи, так сказать, спросить, как дела с планом. Ну, были плюсы, конечно, и плюсов много в этом. Но были и минусы, потому что жестко регламентировалась заработная плата, да, она была минимальная. В общем-то, и в какой-то степени, как тогда говорили, народ как бы работал, а правительство как бы платило зарплату. Сегодня многие представители того времени могут возразить, когда пришел к руководству завода Николай Михайлович Фоменко, как раз вот на его судьбу, на его долю пришлась основная работа и по строительству завода, и по строительству микрорайона. Фактически вот там, где сейчас так называемый автозаводский микрорайон, ничего не было. Ни зданий, ни сооружений, ни жилья, ни садиков, ни учреждений сопутствующих всех, ни школ, значит, ни аллеи, ни бульвара. Он тогда был автозаводский, сегодня действительно это правильно. Названо в честь Николая Михайловича Фоменко. Среди заводов-филиалов ЗИЛА УАМС занимал одно из ведущих мест по строительству объектов социальной сферы. По обеспечению трудящихся благоустроенным жильем было введено около 300 тысяч квадратных метров жилья. Было построено 9 детских дошкольных учреждений. Прекрасный пионерский лагерь «Самоцветы» на 720 отдыхающих детей. Вызывает нас и говорит, Мизев Николай Николаевич, твоя задача добиться со всех филиалов, с головного завода, чтобы нам увеличили план, сверхплана, дали деталей для двух тысяч двигателей. Теперь, Ниломедов, выпустите эти двигатели, две тысячи. А для чего, Николай Михайлович, и так напряженно, и так тяжело. Да еще эти две тысячи, мое понятие, можно не состоять. А он и говорит, Юрий Владимирович, а вот для того, чтобы жилье построить, люди. Тогда уже дали слабинку. Раньше это, конечно, было запрещено, но в это время сверхплановую продукцию можно было реализовывать. Вот так решил Николай Михайлович в то время. И вот эти славные 16-этажки построены на наших двигателях. Поэтому пришлось и коллективу, цеха двигателей над этим работать и трудиться, и сверхурочно в том числе, и так далее, и так далее. Как бы поступил сегодня директор ООО и все остальное? Скорее всего, просто так же бы дал команду достать, добыть, сделать. Но реализовал бы он куда-нибудь их в Китай или как металлом, а это распилил. Может, немножко поделившись с тем, кто в этом участвовал. А остальное – это его. В те времена просто мысли такой не было у наших уважаемых красных, так называемых, директоров. Он за все в ответе был. Он за каждого, за все 7-8 тысяч, сколько нас работало, он за каждого был в ответе. Ведь смотрите, у нас был и медпункт свой, и своя авиакасса была, и магазинчик свой был, и столовая какая хорошая была. Нематериальную помощь оказывали людям и школам, и детским садам. Когда-то что-то нужно сделать всегда. Если людям плохо, если людям холодно, если людям негде жить, если некуда привезти семью, это была его личная сердечная боль, что потом это все и сказалось. А как строили, значит, построят, ай, сдали, а территорию, а территорию облагородить, да еще с таким нажимом. Утром рано, где-то в седьмом часу утра уже вызывает водителя, давай, Володя, поехали. А строители, ну все, ребята, бросай цигарки, прораб с Зилой едет. Зиловский прораб приехал. То есть они говорили, мы его чаще видим, чем своего опарина. Было, было, было. Я говорю, что когда же ты спать будешь, когда же ты отоспишься. Был у меня случай в пионерском лагере, он, можно сказать, такой юморной. Рабочие, рабочие, это было летом перед сдачей в эксплуатацию. Мы уже благоустройством занимались. И рабочие уже уехали, а мы втроем остались там. Фоменко, Николай Михайлович, я и Кузнецов, бывший замдиректора. И вот я втроем руководил этим строительством. И вдруг приезжает машина с бетоном. Эта машина где-то задержалась в пути, поэтому вовремя не приехала. Николай Михайлович спрашивает у меня, что будем делать? Я говорю, ну, в таких случаях строители, чтобы бетон не схватился в кузове автомобиля, увозят в лес, там выбрасывают. Он посмотрел на меня и говорит, я вам покажу в лес. Давай лопаты, давай носилки, давай сапоги. И вот мы втроем переоделись, переобулись. И втроем мы разбросали эту машину на бетонную подготовку под тротуары благоустройства. И так вот мы, это хороший такой пример. И он, между прочим, трудился исключительно. Он же очень такой сильный был мужчина. Николай Михайлович внес большой личный вклад и в развитие экономики города, городского хозяйства, здравоохранения. На средства завода при его личном участии в городе были построены районная поликлиника, инфекционные и неврологические корпуса центральной городской больницы, центральный аптечный склад и другие объекты медсанчасти, два торговых центра, четыре магазина, кафе, столовая на 100 мест, хлебозавод и другие городские учреждения. Дорогие мои труженики завода, мы вместе с вами построили завод, жилье, детские дошкольные учреждения и школы для наших детей. Вы, наверное, помните, что мы с вами первыми решили проблему дошкольных учреждений в городе, в области и в Союзе. И ведь это была правда. Мы же все детей, мы же не только своих, мы весь город принимали. Мы с вами хотели, чтобы каждая семья имела отдельную, благоустроенную квартиру. Все это было реально. Мы смогли это сделать, мы бы смогли это сделать к 2000 году и даже раньше. Но помешали нам демократы, возглавляемые господином Ельциным, который дважды обещал снять меня с работы. В 2006 году Николай Михайлович Фоменко ушел из жизни. Город не забыл его дела. Автозаводский бульвар, созданный по инициативе, Николай Фоменко, украшающий улицу Автозаводскую, в 2007 году был переименован в бульвар имени Фоменко. Ну а на доме, где жил красный директор, улица Крупская, 17, расположена мемориальная табличка, напоминающая о заслугах одного из лучших людей города, директора ВАМЗа. Человек ушел, а ведь вот посмотришь, вот я смотрю там, 16-этажка, это его рук дело. Вот этот бульвар, долго думали, что, тоже, правдами, неправдами. Да давайте, говорит, это самое, сделаем, это типа бульваром, сделаем Рябиновую аллею. И после профсоюзной конференции приехали и стали жарать. Ну тоже сейчас люди и приходят, отдыхают, сидят. Поддерживаю только, нужно я в хорошем состоянии. И так по городу пройти много, значит, то поликлиника, то магазин, то еще что-то, значит, где-то, если мне память не изменяет, кроме школ, детских садов, было построено где-то за счет средств завода порядка 20 сотских бытовых объектов. Вот есть фильм, который мы все знаем и помним, где герой говорит, есть такая профессия, родине служить. Вот Николай Михайлович, я бы перефразировал и сказал бы, Николай Михайлович и все директора в ту пору, которые у нас у всех на слуху, вот они служили людям, у них была такая профессия. Сегодня, к сожалению, такой профессии в стране нет. Он стоял на своих принципах, юношеских принципах. То, что сделано хорошее, прекрасное, то, что нужно людям, нужно страны, разрушать нельзя. Ну что тут, красное или не красное. Но любые изменения там, любые реставрации там или что-то можно делать не так, как это было сделано. Социальные вопросы в этом вот капитализме, в капиталистических предприятиях стали появляться благодаря тому, что эти вопросы решались в нашей стране. Но о том, как они решались, это можно говорить очень много. И мы еще это ощущаем, наверное, наше поколение. На Вурайске открылся отреставрированный бульвар имени Николая Михайловича Фоменко. А звание почетных гражданин города присвоено ему в 2001 году. Субтитры создавал DimaTorzok